Добрый, добрый, добрый день! Я рада приветствовать вас на своём канале Марина Цветы, который посвящён женской судьбе. У нас несколько направлений. И цветоводство. Разговариваю я с вами и о детях, о психологии детской. И третье направление это рукоделие. Рукоделие это вязание. И мои подписчики уже достаточно просмотрели моих видеозарисовок, моих советов о том, как мы вяжем, выкройки, убавления, прибавления петель. Мы обсуждаем, может быть, какие-то проблемные ситуации, которые встречаются в вязании. И вот сегодня пришло время мне рассказать вам просто о ниточках. Скорее всего, и надо было начинать мой канал о вязании, о подборе ниток. Но я столько уделила внимания разным беседам. И вот когда у меня выбралась свободная минутка, мои подписчики видят, что я наконец-то закончила своё изделие, которое всю осень мы вязали вместе с вами. И теперь у меня вот есть время, и я хочу поговорить с вами о ниточках. Рассказать, показать, ну и, конечно, вот продемонстрировать. Сейчас огромное количество пряжи. Когда вы заходите в магазин или на рынок, глаза разбегаются. И не только от цветовой гаммы. Сам состав ниточек очень многое предопределяет, то, какое изделие вы будете вязать. И вот сегодня я постараюсь вам, ну, хотя бы немножко рассказать, что значит, какой состав шерсти и какая ниточка. Конечно, я буду говорить не о фирмах, которые выпускают нити. Ну, в каждых странах это по-разному. Сейчас рынок очень меняется. Поэтому я буду говорить о составе ниточек. Итак, если вы хотите связать летние изделия, конечно, оно предопределяет, прежде всего, такое качество, что оно должно быть нежарким. Таким ниткам относится хлопок у нас. Летние изделия вяжутся обычно с хлопка. Это прекрасный сейчас материал. Называется он катон. В катон, бывает, добавляют ещё полиакрил. Для тоже, для упругости ниточки, может быть. Ну, и для того, чтобы, наверное, удешевить, прежде всего. Потому что эта ниточка дешевле, чем чистый мерсерированный катон. Поэтому для лета это незаменимые ниточки. Разные фирмы есть. Обращайте внимание на скрутку ниточки. И у меня есть видео, которое посвящено вязанию из льна. Если вы будете покупать нитку льон, посмотрите это моё видео. Потому что со льном очень большая проблема в том, что он очень скрученный. И ваше изделие в процессе вязки за счёт сильной скрутки идёт перекос. И никакой не влажной, не тепловой обработкой, как бы вы ни пытались выровнять своё изделие, оно всё равно примет первоначальный вид. Я не буду сейчас заострять внимание на этих нюансах. У меня целое видео посвящено. Поэтому для летних изделий вы используете ниточки, которые содержат максимальное количество натурального хлопка. Хотя и вискозу мы вяжем, льон, как я вам сказала. Поэтому для лета это, ну, мы понимаем, что ниточка должна быть максимально тоненькая. Теперь я перехожу с вами к описанию. Используем обычно в холодное время года. И эти ниточки, конечно, предназначены прежде всего для того, чтобы нести нам тепло. И обращаю ваше внимание, что любая нить, ну, конечно, она несёт у нас этикеточку. И обязательно состав нити. Ну, вот в данном случае у меня ниточка Ализе Суперлана. Она состоит из акрила 75% и 25% шерсти. Я, как практик многолетних вязаний, хочу вам посоветовать, что не всегда гонитесь за большим количеством содержания шерсти. Ну, вот, например, 100%. Сейчас мы поговорим на эту тему. Потому что, помимо того, что эта нить достаточно дорогая, сейчас вообще вязание считается очень дорогое, добавление, вот, акрила в данном случае, или других каких-то синтетических, может быть, ниточек, добавляет в ваши нитки лучших качеств. Нить не настолько, может быть, провисать, растягиваться или, наоборот, скукоживаться. Поэтому, конечно, для зимы желательно, чтобы наличие шерсти было в ниточке. Но не пугайтесь, если у вас, вот, как у меня, какой-то определенный процент добавлен акрила. И вязальщица с очень большим опытом, конечно, вспоминает, что для нас слово шерсть, это раньше означало что-то очень колючее, очень раздражающее, несмотря на то, что это очень тепло, но это было крайне неприятно. Но время пролетело, и сейчас шерстяные вещи приобрели совсем другие качества. Уже вы часто можете встречать на рынке ниточки, которые обозначаются как ангорская шерсть. Я вам хочу сказать, что это очень деликатная ниточка. Изготовлена она из шерсти ангорских кроликов. Она настолько мягкая и приятная, очень часто используется в детских вещах вязании. Это очень деликатная и мягенькая такая ниточка. Поэтому ангорская шерсть, ну, она очень предопределяет детское вязание. И вы на рынке можете видеть прекрасную ниточку, где обозначено, что эта нить состоит из ангорской шерсти. На самом деле здесь используется пух ангорских кроликов. Эта ниточка очень деликатная. Она используется в вязании детских вещей, конечно. Очень она приятная в носке идёт. И сама ангорская шерсть, ну, так как это из пуха кролика, она не может быть изготовлена из чистого пуха. Она сюда добавляет или хлопчатобумажную ниточку, или шёлковую, или шерстяную. Поэтому эта ниточка, обратите на неё внимание, сделана, как я сказала, из пуха ангорских кроликов. Мы на рынке сейчас встречаем обозначение на этикетке, как мереносовая шерсть. Это очень нежная и мягкая шерсть, ниточка, которая изготовлена из шерсти мереносовых овец. Самая нежная и деликатная считаются австралийские овцы. И эта ниточка, ну, особо ценится. Поэтому мереносовая шерсть, обращайте внимание, она очень деликатная. И когда вы найдёте 100% мереносовую шерсть, то ниточка, конечно, будет у вас и долговечная, и очень приятная, тёплая. Ну, по цене, конечно, это дорогие изделия. Королём тряжа считается кошемер. Если вы встретите в продаже кошемеровую шерсть, обратите на неё внимание. Она по длине у вас будет больше длина в моточке, чем мереносовой шерсти. Эта ниточка необычайно нежная и очень лёгкая. И изготавливается она из шерсти, которую или выщипывает, или выстригает под шерсток кос китайских и монгольских. И эта ниточка, конечно, очень деликатная и считается, как я вам сказала, королём пряжи. И теперь я хочу вам показать ниточку, которую, наверное, практически вы все знаете. Это махер. Махер бывает разный по толщине. Бывает очень тоненький, как паутиночка. Бывает более толстый, как у меня, более плотный. Сам махер очень редко встречается в чистом виде. И обязательно в него добавляют ещё ниточки. Это может быть и шёлки, тонкая шерсть, и хлопок может добавлять. И я вам хочу сказать, что качественный махер изготовляют из шерсти кос, которые не старше полутора лет. Это очень важно. Поэтому махер такой невесомый, очень лёгкий. Но, как я вам сказала, он имеет разную толщину нити. И из него в любом случае получаются такие очень объёмные изделия и очень тёплые. И сейчас набирает очень большую популярность нить из альпаки. Родиной альпаки считается Южная Америка. Эта ниточка действительно не уступает по теплу мереносовой шерсти. Но она достаточно бюджетнее. Поэтому, кто не имеет такой возможности финансовой, или даже начинающие вязальщицы, обратите внимание на такую ниточку, как я сказала вам, альпака. Они задерживают воздух. Сама ниточка у неё такая структура, что она полая внутри. И она обладает теплоизолирующим таким эффектом. И для зимы альпака очень тоже хорошая ниточка. Сейчас это бум у нас в вязании. В серии 0 связать альпакой. Ну, потому что изделие смотрится очень выигрышно. Ну, и, как я сказала, ценовая политика здесь, конечно, тоже намного дешевле. И альпаку, конечно, добавляют и в шерстяную пряжу, и в шёлк добавляют. Поэтому здесь, конечно, состав может меняться в зависимости от того, какое изделие вы хотите связать. И теперь я хочу обратить внимание на такую нить, как шёлк. Я всё планирую открыть на своём канале. Такой плейлист «Ирландское вязание». И вот шёлковая нить, конечно, бесподобно впишется в такое направление, ирландское кружево. И я вам хочу сказать, что, ну, конечно, шёлк, он очень красиво драпируется. Поэтому, если вы вяжете какие-то летние платья, ну, даже я уже не могу их назвать сарафанами, потому что из шёлка, ну, это изделия достаточно дорогие, эксклюзивные, и, наверное, такие, ну, презентабельные, скажем так. И, как я сказала, шёлк очень хорошо драпируется, он и по фигуре облегает. Он сделан из шелкопряд, череп шелкопряда. И из этого делают, этой паутинки изготавливают шёлк. Поэтому ниточка, ну, заслуживает особое внимание. И если вы действительно хотите увлечься, ну, уже профессионально, скажем так, вязанием, даже для себя, когда-нибудь обязательно хотя бы одну вещь, но вы свяжите шёлковой нитью. Вы получите огромное удовольствие. Ну, особенно, как я сказала, она используется в ирландском кружеве. Хоть немного я постаралась вам рассказать, что шерсть делится на такие виды, мериносовый, как я вам говорила, кашемир, махир. Ну, вы уже будете немножечко более подкованы, когда придёте в магазин, покупая ниточку. Ну, и теперь я снова обращаюсь, какие были у меня уже беседы о выборе пряжи, о том, что, когда вы приходите в магазин, вы обращаете обязательно внимание на этикеточку. Ну, очень часто уже в самом названии присутствуют слова. Ну, вот, например, суперлана. То есть мы уже понимаем, что это здесь добавлено шерсти ланы. Поэтому смотрим на состав процентный, сколько у нас ниточка содержит синтетических, может быть, добавок. Акрил, полиэстер, может быть, шерсть разновидность. Учитывайте на состав внимания. Ещё раз обращаю внимание, что, ну, чистую шерсть, конечно, брать очень, ну, это очень хорошо. Но эти вещи могут быть не настолько долгие в носке. Поэтому обращайте внимание. Конечно, здесь у нас указывается номер спиц, номер крючка. Очень хорошо практически контрольный образец вам показывает, сколько петельчик в 10 сантиметрах. Вы мне очень часто задаёте вопрос, а сколько же мне набрать петельчик на джемпер или на шапочку? А вот у вас ответ. Вы купили ниточку. И вот самый последний квадратик у вас разрисован, что в 10 сантиметрах у нас идёт 23 набора. Это длина петельчик в 10 сантиметрах. А в 10 сантиметрах высоты идёт 32 ряда. Вот практически у нас контрольный образец. Поэтому, если вы не хотите вязать по каким-то причинам контрольный образец, у вас практически руководство к действию здесь есть. И всегда я вам советую, когда вы начинаете что-то вязать, чуть-чуть больше покупайте ниточек. На 50, на 100 грамм. Не пожалейте. Потому что, ну, я вот вам продемонстрирую в следующем видео в своё вязаное изделие, которое я вязала вместе с вами осень, то была очень большая проблема, когда я действительно не сохранила этикеточку. И вот здесь вот есть такая цифра, как АЛОР, называется. Я вам покажу сейчас. Вот тут вот номер партии. Потому что именно номер партии, вот в данном случае 208, показывает цветовую гамму нитки. Потому что серого цвета может быть очень много, но вот именно 208 партия в данном случае, мне всегда легко подобрать одинаковый тон. А вот у меня получилось такое. Мало того, что мне не хватило здесь ниточек, плюс я ещё номер партии не сохранила. И вот этот подбор, он вызывал очень большую тревогу. Но это то, что я обратила внимание ваше, когда вы покупаете ниточки. И вы знаете, у меня сейчас стали... А, вот ещё ниточка, акрил. Очень важная. Видите, я её выпустила из вида. Очень популярная и очень бюджетная ниточка, акрил. Я вам хочу честно сказать, это пряжа неубиваемая. Само вязание считается уже... Существует на земле 5000 лет. То есть в раскопках нашли вязаные детские изделия, носочки, которым по возрасту определили 5000 лет. Вы знаете, мне кажется, что вот такая пряжа из акрила, она действительно может просуществовать столько же лет. Она неубиваемая. Она очень хороша в носке. Она тёплая. Если мы вяжем детские вещи, или вы для себя... Ну вот, не бойтесь, что это стопроцентная синтетика. Это стопроцентный полиакрил. Ну, это у нас очень хорошее качество окраса. То есть цвет практически не меняется. Но вы всё равно учитывайте способ стирки, моющих средств. Я тоже сниму видео о том, как мы стираем вязаные изделия. Поэтому не бойтесь покупать пряжу из акрила. Она очень объёмная. Вязать ей, ну, сразу видно узор. Ну, приятно очень. Она не стеклянная в руках абсолютно. Поэтому обратите на эту пряжу тоже внимание. Несмотря на то, что она не содержит в себе натуральной шерсти, да, или хлопка. Но вместе с тем она довольно-таки и тёплая, как я вам сказала. И комфортная, приятная. И цветовая гамма всегда вот сохраняется. Это очень хорошая пряжа. Теперь я хотела обратить внимание на то, что у меня приходят комментарии. Ну, я много сняла видео вам о буклированной такой пряже, секционной. Но в данном случае я хочу больше обратить внимание на пряжу, которая называется меланжевая. Продаётся в продаже. Я вам так её рекламировала, популяризировала. И у меня приходит сообщение, что вот покупают в данном случае вот такую буклированную пряжу. Ну, может быть, этой фирмы, может быть, другой. И качество очень плохое. И вы знаете, я действительно вот получила информацию, что в меланжевую и в буклированную нить могут добавлять шерсть плохого качества. Ну, она не плохого качества, она просто неравномерной крутки. То есть она такая, может быть, не так скрученная. Или, может быть, действительно мелкие волокна соединяли. И она такая рыхлая, может быть. И поэтому обратите внимание, особенно если вы будете покупать, ну, вот видите, буклированную пряжу, я вам советовала. И особенно меланжевую. Конечно, это не обязательно, но вы проверяйте. Если в меланжевую ниточку, которая вас тревожит, вот с кроткой равномерностью нитки, или вот в буклированную, если вы заметите, что она тонковатая или неравномерная, можно добавить ещё очень тоненькую, например, шерстяную ниточку или какую-то другую. Вы добавите, и вы этим способом выровняете это полотно и решите эту проблему. Ну, ещё раз заостряю внимание, это не всегда, но вот у меня уже есть такие сообщения. Ну, и в конце, наверное, всё-таки я хотела бы сказать вам, что когда вы покупаете пряжу, ну, мне очень важно постоянный поставщик. Ну, вот я знаю, что вот у меня есть магазин пряжи в моём городе, я к ним обращаюсь постоянно. Мне очень нравятся их услуги, ну, то, что они мне могут что-то посоветовать, может быть, какое-то другое качество, я ищу пряжи, ну, сразу девочки понимают, что я планирую. И очень важно то, что спросите, смогут ли у вас, например, забрать нераспечатанный моток пряжи, если он остался у вас лишний и действительно вы не хотите собирать вот такое количество остатков. У нас практикуется тоже такое, что я покупаю, например, 5 моточков пряжи на джемпер, да, но я понимаю, что мне, может быть, ну, чуть-чуть недостаточно будет. И продавцы мне на 2 недели оставляют 1 моточек пряжи как бы в резерв, то есть буквально в течение 10 дней, ну, уже вязка практически начинается, я могу как-то планировать. И продавцы тоже идут мне навстречу и откладывают 1 моточек пряжи. Поэтому ищите таких постоянных поставщиков. Сейчас очень популярна покупка пряжи через интернет, но все мы хотим что-то пощупать, приложить к себе, как она будет выглядеть, может быть, светло очень. Я вам советую, вы пойдите в магазин, посмотрите на эту ниточку визуально, ну, вот, прочитайте все реквизиты, которые на этикеточке, и вы уже, ну, визуальный контакт здесь получили, тактильный, и вы тогда уже можете смело заказывать в интернете пряжу, которая, я уверена, вас не разочарует. И еще я вам еще один момент расскажу о пряже. Смотрите ниточку, когда они могут быть у нас в мотках, вот таких вот, да, вот, это моток у нас получается. Нет, это у нас клубок, а вот это у нас моток. И вот очень часто, ну, вот у меня в данном случае, можно вот так продемонстрировать, мы ниточку перематываем с вами на клубочек. Это очень важно, потому что как раз под это видео нам надо на это заострить внимание. И так как в основном мое видео было посвящено шерстяным, да, разным видам шерстяной нитки, и вот в данном случае мне эту ниточку надо перемотать на клубочек. Я обращаю ваше внимание, что нити, которые содержат, нити, которые содержат шерстяную, ну, состав, нам надо очень-очень деликатно перематывать. Ни в коем случае не крутить очень тугие клубочки. То есть оставляйте обязательно вот такой, видите, пальчик подставляйте, и чтобы ниточка у вас была, ну, вот воздушно наматывалась. Это будет очень-очень важно, потому что, ну, вот так уже хранить, конечно, не надо. Она запутается у меня спустя какое-то время. Поэтому очень-очень вот так нежно и деликатно наматывайте. То же самое это относится к тому, что если вот мы распускаем что-то... Ага, ну, тут сейчас сложно что-то распустить, конечно. Здесь сложно что-то мне распустить. Это я уже не успею вам. Но вы, принцы, поняли, что мы очень-очень аккуратно и деликатно наматываем на клубочки. Ну, да, это у меня уже другие клубочки идут. Это то, на что я хотела обратить внимание. Шерстяную ниточку мы ни в коем случае не сматываем вот такой плотной клубок. Поэтому вот это всё, что я вам хотела рассказать о ниточках. Спасибо за то, что вы были со мной. Если вы случайно попали на мой канал, подписывайтесь. У меня очень много советов, видеоуроков и бесед о вязании. Я рада была встрече с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!